Рад приветствовать! Это железный топ 5. Экспериментальный проект от команды Доча.ком, где вам дано право выбрать лучших в предложенном чарте. И сегодня мы узнаем про 5 лучших атлетов золотой эпохи бодибилдинга. Но сначала пару слов об этом чудесном периоде времени. Понятие золотая эпоха бодибилдинга, или как еще говорят золотая эра, возникло уже в период современных стандартов бодибилдинга и не имеет точных дат возникновения, так как связано сразу с несколькими событиями и атлетами, появившимися, конечно, не в одно время. Принято считать, что период с 60-х до конца 80-х и есть золотая эпоха. Но почему именно золотая и почему именно в это время? Есть несколько предположений и с каждым из них, как нам кажется, вы согласитесь. Само понятие бодибилдинг имело в обществе иной смысл. Это был не просто тяжелый вид спорта, хотя тренинг раньше и был намного интенсивнее. И даже не образ жизни, это была сама жизнь в правильном ее понимании. Многие выступающие атлеты, побеждавшие в Мистер Америка или Мистер Вселенная, не считали себя профессионалами. Они, как и все, ходили на работу, не стремились заработать через бодибилдинг состояние или обзавестись известным спонсором. Было определенное желание закалять характер, правильно питаться, быть здоровым и получать от жизни удовольствие, в то время как окружающие, покуривая сигареты, двигали свое мертвое тело в очередной притон. Ведь этот период времени был еще более знаменит движением хиппи, огромной в своих масштабах субкультурой, участники которой не желали трудиться, отдавая свое предпочтение разгульной жизни и наркотикам. Небольшие ребята с железом в руках, словно противостояние или вызов самому себе. Домом для таких парней стал Голдс Джим. Открытый в 65-м году в Калифорнии, в Венес Бич. Сюда действительно приходили как домой. Проводя множество часов в компании друзей по духу, можно считать, что именно от Голдс Джим эта эпоха стала золотой. Хотя многие атлеты того времени акцентируют свое внимание на открытый пляжный уголок Масл Бич, построенный в 30-м году и став популярным в середине 50-х на все том же Венес Бич в Калифорнии, где на роскошном, словно золотом песке, продолжались тренировки всех известных нам атлетов того времени. Здесь также готовились к профессиональным соревнованиям. В старых фильмах и на фотографиях мы можем видеть это чудесное место, куда до сих пор приходят позаниматься. Ну и конечно, немаловажная причина возникновения такого понятия, как золотая эпоха, сами атлеты того времени, пропорции которых многими признаются эталонными. Один из таких атлетов – Ларри Скотт, номер 5 в нашем топе, о котором подробно можно узнать из нашей энциклопедии бодибилдинга, нажав на появившуюся кнопку. Родился Ларри в 1938 году и активно вел свою спортивную карьеру, начиная с 59-го года, в период восхода Золотой эры, обладатель первой статуэтки Сандова, победивший дважды подряд на Олимпии в 65-м и в 66-м. Знаком он нам также по скамье Скотта, которую, кстати, изобрел Винс Жеронда, ее правильное, но менее популярное название – скамья проповедника. Четвертое место в нашем топе закрепил за собой Том Плац, хотя закрепил он его с разницей в 5 голосов, даже учитывая то, что в голосовании приняло участие более 17 тысяч участников. Родился Том в 55-м году в Оклахоме, активно выступать начал уже на закате Золотой эпохи, но тем не менее обладал характерным строением тела того времени. Прославился Том не только своим мастерством обольщения, но и по-настоящему хардкорными, невероятно тяжелыми тренировками. Особенно это касалось приседаний, что явно шло ему не на пользу. Судьи жестко реагировали на малейшее нарушение пропорций. Также он успел побывать одним из учеников Арнольда. Как и большинство атлетов из Чарта, Том Плац пробовал себя в кино. И поскольку это был атлет уже уходящей эпохи, буквально стоящий на границе так полюбившегося ему бодибилдинга Золотой эпохи и начала новой эры, Том был из тех атлетов, кто подвел черту этой самой Золотой эпохи культуризма. Высказывая, что современный бодибилдинг становится прокоммерческим, потерялась атмосфера семьи и настоящей любви к железному делу. Третье место в нашем топе занимает Франко Коломбо. Большой друг и соперник Арнольда Шварценеггера. Родился в Италии в 1941 году на острове Сардиния. С ранних лет, полюбивший спорт, Франко пробовал себя в боксе, где добился хороших результатов. В пауэрлифтинге, где постоянно ставил новые рекорды, снимался в кино, вел медицинскую практику и, конечно же, бодибилдинг. Чем бы ни занимался Франко, он всегда становился лучшим. При небольшом росте, всего лишь 165 сантиметров и весом 85 килограмм, Франко был непобедимой машиной в номинации до 90 килограмм. А после ухода Арнольда, занимает его место и получает абсолютное первое место из статуэтку Сандова. Один из самых сильных бодибилдеров золотой эры и очень целеустремленный атлет, в чем мы уже убедились из его краткой биографии и игры в фильме «Качая железо». Фрэнк Зейн. Второе место нашего топа. Один из наиболее характерных атлетов золотой эры, икона всех эктоморфов и просто замечательный атлет, родом из Пенсильвании, США. Родился в 42-м году. Молодой парень при среднем росте в 176 сантиметров имел маленький вес, из-за чего испытывал комплекс, и его борьба с ним многократно приводила Фрэнка к призовым местам в самых престижных соревнованиях. Соревновательная карьера прошла с самого начала до самого конца золотой эпохи бодибилдинга. Далеко не самый массивный американец. Своими превосходными пропорциями и хорошим качеством уверенно обыгрывал более массивных участников. Трехкратный обладатель Мистер Олимпия. Победитель Мистер Вселенная в IFBB и НАББА. Побеждал Арнольда в ранних его годах. Хороший психолог, автор многих книг и комментатор на ТВ. И это далеко не все, что можно сказать о Фрэнке. Самое время поговорить о первом месте. Хотя это человек с большой буквы и в представлении не нуждается. Первое место в железном топ-5. Икона золотой эпохи и, если позволите, всего бодибилдинга в целом. Арнольд Шварценеггер. Родился в австрийской деревне 30 июля 47 года. Все мы знаем Арни как успешного, разностороннего человека. Поэтому мы расскажем об Арнольде в период золотой эпохи бодибилдинга. Как говорилось ранее, бодибилдинг общества того времени – это семья, важным членом которой был Арнольд. Несмотря на то, что Арнольд является рекордсменом по выигранным соревнованиям золотой эпохи, к нему никогда не было предвзятого отношения от друзей и соперников по цеху. И хотя из фильма «Качая железо» мы можем подчеркнуть смекалку Арнольда, она никогда не переходила в корысть, как могло показаться. Нельзя также сказать, что в это время Арнольд был центральной фигурой. Безусловно, в определенное время он был любимцем публики и кумиром для многих. Но в ранние годы золотой эпохи он был таким же членом большой семьи, как и другие. Он также проигрывал. Вспомним грандиозную битву на сцене с Оливой. И тоже любил навернуть коктейльчик на площадке солнечного пляжа Веннис-Бич. Огромный вклад он внес также, пропагандируя железный спорт. Часто проводил семинары для людей, потерявших веру или надежду, выступая в тюрьмах. Кстати, он продолжал это делать и на посту губернатора, хоть и в другой форме. Его тюремную реформу одобряли многие, и не только республиканцы. Арнольд Шварценеггер, победитель сегодняшнего выпуска ТОП-5 и абсолютная икона золотой эпохи бодибилдинга.